здравствуйте друзья начинаем блок прямого эфира телеканала news front и отправляемся с вами сейчас к хорошему человеку замечательному человеку сильному человеку мало кто из нас смог бы стать таким как мой собеседник просто потому что стартовые условия базовая комплектация у него были такими что после этого вряд ли человек мог бы встать на ноги подняться и широко шагая идти вперед этот человек не имея двух ног и ними одной руки тем не менее твердо встал на ноги стал тем кем он является представляете себе человек который стал бизнесменом работодателем дважды народным депутатом и омбудсменом по правам инвалидов своей стране этот человек в общем-то не должен был им стать если бы не сила воли вот к этому сильному и волевому человеку у которого сегодня день рождения мы отправляемся в гости мы в гостях у алексея валерьевича журавка валерий с днем рождения привет дорогой спасибо большое за поздравление но так как мы все-таки канал как говорят американцы пропагандистский путинский и еще там куча всего поэтому на поздравление времени у нас совсем мало переходим к нашим баранам вот один из таких баранов владимир александрович зеленский горит а слабо тебе путин ко мне на мой украинский донбасс приехать мне после этой новости сон даже приснился киев выходят путин и зеленский на ковровую дорожку украинский почетный караул стоит тут путин владимир владимирович обращаясь к этим самым украинским военным почетному караулу говорит мы русские с нами бог они ему слава русскому оружие отвечают ну или наоборот как-нибудь так то есть вместо всех этих слава украины героя слова я понимаю что это так немножко странно звучит но тем не менее вот на твой взгляд украинская армия который руководит вот этот замечательный и и игру на пианино она понимает куда толкает ее зеленский и чего этот хлопчик американский творит слушай я думаю что какая-то часть конечно понимает что с них получится и какие они придут домой инвалидами обиженными проигрышными и так далее но ведь украину ведут как пучное мясо на эту войну это которое он вчера заявление сделал это глумление я называю над донбассом и издевательство непосредственно над российской федерации я думаю этого не будет владимир владимир путин он все четко популярно рассказал что надо сделать чтоб я приехал на переговоры туда норма нормандскую эту четверку поэтому в данный момент чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакать вот как бы я скажу конечно позорище то как он говорил о донбассе и в конце сказал слава украине приветствие фашизму нацизму и полицайскому режиму не удалось у него это шутка и глумление на погибшими детьми матерями отцами дедушками бабушками особенно детьми я сказал бы в эфире что я думаю об этом но ты как всегда запикаешь поэтому лучше я говорить об этом не буду я могу всего лишь только одно сказать что это игра что в данный момент его заставили так сказать он от своей трусости все это говорил стыдно мне было на него смотреть это не президент а козявка в носу который рано или поздно вышмаркать поэтому даже если притихнет сегодня война стрелять и не буду но по логике вещей то что происходит вокруг россии война неизбежна я на своем стою знаешь я сегодня написал что что коалиция гитлера 21 века то есть поставший из пепла возрождается мы помним прекрасно исторический факт когда великой отечественной война начиналась все злые силы начали объединяться и злая сила первое кто начинает это финансировать и втаскивать нато вокруг евросоюзников собирать это зловещая сша и это все постепенно сбывается ты смотри сколько концентрируется сил будут ли они участвовать защите украины маловероятно но то что это ударит и по европе и по самой украине это факт сближение идет ну как мы видим возле сателлитов европейских находится и англия и если наблюдать в юго-восточном направлении да и западном направлении это ж надо столько натовских сил собрать уже никому не секрет что нато присутствует на украине учителя стервятники соединенных штатов америки присутствуют англии присутствуют ну как говорится дыма без огня не бывает поэтому в данный момент нужно подкидывать дровишки осознает ли это зеленский за какие коки его держит но пока без неизвестно но надо не забывать что скамейка запасных кто хочет войну она присутствует и она есть в этой политике украинской таких коллаборантов очень много которые готовы сесть на кресло зеленского поэтому это еще все только начинается это вот мое мнение на это все точно происходит могу с уверенностью сказать и повторить донбасс победит они проиграют это раз а войска союзного государства белоруссии россии и новой украины в лице донбасса сегодня это называют лднр будут возле польши истории повторить алексей валерьевич мы много говорили о том что донбасс восьмой год в крови умывается обстрелы идут дети гибнут но вот мы разговаривали всяком и о чем кедми он горит поймите главное владимиру путину сегодня признать донбасс суверенным или взять его в состав российской федерации это по большому счету уступить западу уступить американцам остальную территорию украины задача у нас сегодня выдавить вообще без выстрелов спокойно нормально но так чтобы как когда-то вот к алексею михайловичу кишаешь ему приходили и просили возьми нас в россию неразумных вот что-то подобное должно происходить и она приближается а вот принять донбасс отдельно от донецкой и луганской областей бывших и от остальной украины которая тоже хочет но пока не может путин сегодня не имеет права да вот и судей дело в том что если бы россия хотела разорвать украину на части она бы это сделала еще в 2014 году я на своем настаиваю и говорю владимир владимирович путин делает правильно ему разорванная украина не нужна да это все проходит трагично через кровь через боль но он думает на будущее поколению вперед украина без россии это не украина россия без украины это не россия как и белоруссия в одну сторону и другую а сегодня войны они современные 21 век это совсем другая ситуация поэтому в данный момент нужно зачищать только надо не забывать что нельзя упускать время потому что молодое поколение растет на украине она шизеет и превращается в новый нацизм вот с этим надо думать потому что рано или поздно для того чтобы до польши либо до германии дайте если вдруг нато что-то начнет вытворять непонятно то надо доходить поэтому сказать не я абсолютно согласен понимаешь наша сила заключается в единстве а вот как зачищать эту 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 фашистскую мразь которая присутствует во всех смыслах этого слова это уже другой вопрос но это доля такая наша нельзя на сегодняшний день что раз-два и все ушло нет после того как это все произойдет нужно искать примирение в этом тоже будет проблема понимаешь мы как славянский народ мышь не те люди которые глумятся над любыми погибшими как это делает сегодня украинская власть и вот эти нацизм нам же надо думать о будущем поколении так вот те вещи о которых кэдми сказал о которых многие говорят и даже вспоминается стали и даже вспоминается ленин эти люди не дураки когда объединили украину и сделали у ссср это и экономик это многонациональность это гуманитарная гуманитарная сфера и многое-многое другое и даже если заходить в древо до на нашей там киевская руси там краси россии мира российского как бы вы не хотели назвать корни у нас одни нельзя на сегодняшний день дерево выращивать и рубать корни иначе дерево сама пропадет так самое и здесь мы не должны думать только о завтрашнем дне но здесь еще есть не должны думать только сегодняшнем дне но здесь еще одна одна есть проблема нельзя на сегодняшний день путину допустить ошибку нельзя на сегодняшний день неправильный шаг сделать они уже сделаны уже так произошло хотели по мирному с европой хотели чтоб они увидели нас но они нас никогда не увидят потому что они нам чужды потому что у них история другая мы не воспринимаем голубых на букву п не воспринимаем мы воспринимаем когда есть муж и жена мы воспринимаем детей христианский мир вот тебе и все поэтому когда этот момент наступит когда мы вернем свои земли я не знаю но то что я вижу что победа за нами это да вот и все алексей валерьевич ну вот мы видели мы проходили это когда еще и крым был составе украины и ты находился там вот в киеве в херсоне в церупинске своим родном мы видели как спокойно никуда не торопясь не жалея денег на нкошника всяких на прикормленных вот этих хомячков как американцы сарасята тратили денежки эти и как готовили майдан и переворот мы сегодня смотрим на россию да и видим как попытки такие запад не оставляет единственное что чего запад уже понял по моему точно что в россии научились на украинских ошибках в россии не позволят сделать того что где позволяли делать украинские ваши руководители чиновники и вот здесь на твой взгляд что может запад сделать такого неожиданного ну ты просто видел украинский опыт видишь сейчас на российский он сегодня любу соболь пожалели на из такси вытащили чтобы в тюрьму не сажать за то что она попрется туда на это не санкционированы они решили просто по проверке паспортного режима люба сиди дома не лезь ты нам живая нужна в конце концов жалко тебя объясни пожалуйста что могут наши западные невероятные партнеры сделать ведь бандеровцев у нас нет неужели будут опираться на на монархистов на новосоциалистов платошкина на коммунистов рашкина на вот этих всех ребят которые приватизировали название патриотически но ведут себя извини меня как агенты госдепа у них до сих пор есть сила расслаблять булки нельзя что касается этого если будет вот такой подход как ты рассказал соболевой закончится все плохо она должна сидеть тюрьме вот я считаю что на сегодняшний день все нко должны быть закрыты в течение 24 часов следующее все телевизионные средства массовой информации а также другие средства интернета который лгут вносят дезинформацию рассылают спамы лжи должны быть немедленно ликвидированы все средства на таких сми которые присутствуют с зарубежа должны быть все изъяты в пользу государств следующее все эти люди должны взяты на карандаш им должна предложена быть работа первое рубать лес второе на завод третье убирать улице и пусть покажут своим трудом что они что-то могут а не брехню разводить всех этих либерастов демократов лже которые выступают на других телевидениях как 60 минут как соловьев ну они же там присутствуют мне какая разница это у нас было мы тоже вот так довертились сергей батькович а пусть присутствует а пусть поговорят на работы а не на телеэкраны это мое личное мнение и проводить людей средства массовой информации которые в состоянии что-то строить созидать которые несут за собой правильную пропаганду и которые несут за собой наши нашу историю и формировать непосредственно свою нормальную идентичность вот это я понимаю следующее всех ученых профессоров учителей которые на сегодняшний день пропагандируют ложь отвергают нашу историю вносят дезинформацию в победу нашу великой отечественной войны оскверняющей или подающую ложь о россии и пропагандируют европейские ценности должны быть тоже на карандашике все игры закончились ребята против вас машина зла россия воюет машина зла против россии все и вот потихонечку наводить порядок строго строго все исторические книги которые с 90 годов стали переписываться восстановить справедливость которая была нарушена и начинать на сегодняшний день заниматься настоящей идеологией вытесняя эту всю либеральную общественность которая уничтожает свое государство следующее вот эти люди которые на телевидении рассказывают как это вчера по чехии было кто-то взорвал башировали кто там взорвал либералы которые говорят это действительно может быть так ну слушай они должны привлекаться к уголовной ответственности он что был там чехии при взрыве он это видел а он рассуждает значит общество раскалывает а если он общество раскалывает значит друг мой с этим надо бороться они не церемонятся раз консула выгнали сказали обвинили чуть ли не путина отравил там новичком они ж не церемонятся написали себе в директиве мой друг и уже навальный как два дня назад оказывается к и деки двинул чего и можно ведь это ж правда что они хотят навального грохнуть а потом обвинить россию чем мы на это смотрим я вообще этого не понимаю то есть уже должны быть жесткие превентивные вещи и удары быть нанесены во всех на всех фронтах на опережение чтобы они уже не баловались это мое личное мнение так же само с украиной с украиной полностью закрыть в экономическом плане 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 блокаду сделать и тогда они зашевелятся только так а теперь то что касается вкратце тебе скажу вот скажу пожалуйста по поводу германии и по поводу этой трубы но мы уже видели одни провокации с подводными лодками с катерами мерки не ненадолго осталось спасибо большое что она борется сегодня чтобы достроить эту трубу а мы еще не знаем кто придет поэтому труба это тоже большой вопрос значит что заключается первому вопросу виду труба это украина и только тогда она будет целая значит нам надо вернуть к себе всю украину и белоруссию и тогда мы сила ну что ж давай на этом поставим многоточие в нашем сегодняшнем разговоре от себя и от уже тут у меня в соцсетях люди комментарии пишут моим сегодняшним текстом поздравлением огромное количество пожеланий тебе крепкого здоровья твердости духа и скорейшей победы наши добрых светлых сил над нечестью над всей этой нацистской швалью ну и тебе конечно же люди желают скорейшего возвращения в родную херсонщину и наведение там порядка алексей валерьевич с днем рождения еще раз удачи и до скорой встречи спасибо и так дорогие друзья именинник алексей журавка был нашим собеседником в первом сегодняшнем выпуске программы на самом деле прервемся сейчас вернемся и продолжим пока